У всех у нас полно скорбей. Они непрерывно бывают и случаются. Скорби разные – и болезни, и неприятности. И семейные, и общественные, и деловые, и какие угодно. И вот здесь мы все заинтересованы в молитве. Все заинтересованы. И что мы делаем? И опять повторяется то же самое. Опять то же самое. Забываем такие серьезные вещи. При каком условии Бог может услышать мою молитву? Ну, знаем же, при каком. Только когда с вниманием, благовением, покаянием обращаемся к нему. При каком условии Бог может помочь нам? Только при том, когда наша душа хоть немножко изменится. Ну, что если пьяница, алкоголик будет умолять, умолять? Господи, дай мне устроиться на винный склад. Ну, скажите. И вдруг эта молитва никак у него не удается. Не устраивает Бог на винный склад его. Где как бы он зажил. Ну, вы слышите? Это очень хороший пример того, как часто мы молимся. Не зная, что нам полезно, а что вредно. Кто из нас знает, что нам полезно? Кто интересный? Пусть скажет хотя бы один человек, знал бы точно и сказал, мне очень полезно, чтобы я был миллиардером. Редко кто скажет, мне очень полезно, чтобы я был нищим. Ну, это редко, наверное, кто. Такой никто не скажет. Мы ничего не знаем! Мы свою душу не видим! Поэтому какая молитва правильная при всех наших скорбях и неприятностях? Господи, Ты видишь! Я же знаю, что Ты – любовь! Я знаю, что Ты – премудрость! Я знаю, что Ты готов мне дать всё, что только можно дать! Ты видишь мой скорбь! Господи, да будет воля Твоя, а не моя! Твоя воля, Господи, да будет! Да, у меня вот тут болезнь, да, может быть, смертельная болезнь. Ты видишь моё состояние, моя или моих родных? Ты видишь, но Твоя, да будет воля, Господи, а не моя! Нет! Мы делаем всё, что угодно! Господи, чтоб вот только от этого! Вот избави от этого! Это сделай! Это спаси! Идем к чему только не прикладываться! И к поясу, и к дарам волховы! Что угодно! Забываем об одной только стороне! Что Божие благодеяние может нам быть в полном соответствии с состоянием нашей души! При одном состоянии мы можем получить безболезненно и, может быть, во благо то, что мы хотим. При другом состоянии невозможно! Как пьяница у него тебя устраивает новинный склад! Так и нас – то же самое! Поэтому, как важно молиться именно, да будет воля Твоя, Господи! Вот Ты знаешь всё! Я верю Тебе! А вы знаете, как святые предупреждают насчёт этих прошений всех? Не будь безрассуден в прошениях Твоих! Чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает Бога! Ой, как трудно это, наверное, принять, когда мне хочется чего-нибудь! «Уничижает Бога!» У Исаака Сирина есть такой пример. Он говорит, что сделает царь с человеком, который, наконец, добился тому, что пришёл к нему, к царю с просьбой и попросил у него гноя. Не предаст ли он его казни за это оскорбление? Надо же понимать, что всё то, о чём мы земное, это в конечном счёте, что это такое? Мы знаем! Всё сгнивает! Всё гной! Поэтому именно просить вот настойчиво, просить об этом, Исаак Сирин говорит, вот, что из этого может быть! Лучше даже, лучше даже, хотя это для нас неуполнимо, ничего не просить! Есть такое одно слово, всеобъемлющее, которое охватывает все стороны нашей жизни и которое вмещает в себя всю совокупность наших, если хотите, просьб. Господи, помилуй! В помилуй всё входит! Все наши прошения, все наши желания, и в то же время, в то же время, здесь акт смирения. Тот, кто без смирения, а настойчиво требует от Бога исполнения его желаний, тот наказывает сам себя. Вспомните знаменитый сон матери Декабриста Рылеева. Заболел её мальчик, сыночек, ещё маленький Рылеев, смертельной болезнью. Врачи уже сказали. Вот ещё несколько часов она пришла, что называется, в экстатическое состояние просто. Упала Бога, просит! Паси! Не могу вынести этого! И засыпает. Заснула, видит ангела, который берёт за руку её сына и говорит ей, ну, теперь смотри! И ведёт его, и нас смотрит, как сын из ребёночка превращается в школьника, из школьника, там, военное училище, офицером, потом какие-то компании, какие-то разговоры, потом на Сенатскую площадь, во всём вооружении, выше всё, и, наконец, виселицу. И ангел спрашивает её, ну, как? Ты хочешь, чтобы твой сын остался жив? Да! И всё так произошло. Она рассказала об этом сне, когда уже трагедия произошла. Она не могла рассказать об этом. Ну, что? Она всё надеялась, что вдруг это что-нибудь. Такой рассказала об этом сне. О чём идёт речь? Как нужно быть осторожными с нашими прошениями? С каким смирением мы должны обращаться к Богу в наших прошениях? Бог же хочет всё нам дать! Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Он не против, чтобы дать нам не только небесные, все земные блага дать, каждому из нас, всем, всё, нельзя! Нельзя! Дай мне чем-нибудь повыше, и я от гордыни с ума сойду! Как пьянице нельзя дать винный склад, так и мы то же самое! Один, отчитал так одну женщину на отчитке, а потом за голову схватился и сказал, что во веки веков я больше не буду этим никогда заниматься, что с ней произошло, когда она стала здорова. Не буду говорить. Надеюсь, все и так смогут домыслить это. Так вот, оказывается, в своих молитвах мы должны быть благоразумны, а не малоумны. Эти молитвы, оказывается, должны быть сопряжены со смирением, с упованием на Бога, с обращением с верой к Нему. Господи, Ты всё сделаешь! Я верю, что Ты всё сделаешь! Верю! Или не верю? И верю, и не верю. Вот за это неверие и не получаем мы ничего! Верю, кажется, говорю, Бог – любовь, Бог – премудрость, Бог – всемогущий! Правда ты так говоришь? Что ты веришь в это? Нет-нет-нет-нет-нет! Верим и не верим! Помните, как Христос сказал ученикам «За маловерие ваше!» Когда они не могли изгнать духа нечистого из мальчишки, а он изгнал. За маловерие ваше! А если бы у вас была вера хотя бы зерно горчичное, вы бы сказали «С горе этой! Двигнись!» И она бы двинулась. Мы не верим и ничего не получаем в результате! Оказывается, вот неверие – это очень опасная болезнь, которая присутствует в нашей душе. Мы-то думаем, неверующие, мол, те – это неверующие, а вот там – они! Они в Бога не верят! Да слушайте! Что они? Мы не верим, а не они! Молимся и не верим! И потому не получаем! Молимся не так! Молимся совсем не о самом главном! Что самое главное? Господи, помоги мне очиститься от моих страстей и моих грехов! А вы посмотрите, о чём молимся мы, когда идём каким-нибудь мощам, иконам, святыням и так далее! Что, кто-то там молится – помоги мне такой-то святой или такая-то святая освободиться от зависти, что ли? Что, вы думаете, вы найдёте такого там человека? Никто! Молимся – помоги мне избавиться от такой-то болезни! Помоги моим родным, там, сыну, дочери, детям, там, избави мужа от того-то, сестру, жену и так далее! Как, знаете, такие законченные, стопроцентные материалисты дай нам благо на земле! И забыли – ну, сейчас дам, но только завтра вы умрёте! А душа где же ваша? О чём молитесь? Забыли простой закон! Закон-то какой! Оказывается, все наши беды и несчастья чем обусловлены? Нашим духовным состоянием! тем, что именно мы исполны и тщеславие, и зависть, и лицемерие, и коварство, и чего только нет в нас! И забываем, что это является источником наших страданий! Вот что является! Преподобный Марк Подвижник так и говорит – не хочешь скорбей – не греши! А как грехи отпускаются? Исайи Отшельник говорит грехи отпускаются человеку в той степени, в какой он, человек, прощает грехи своих ближних! Не открывать их надо перед всеми! Не, говорит, слыхали? Читали? Такой-то, такая-то! Сокрой при грешении брата твоего! Твои грехи будут опускаться по мере того, как ты не осуждаешь, а в душе твоей прощаешь другим! Вот так от замерила! И наша жизнь даже внешне, она в конечном счёте обусловлена чем? Состоянием нашей души! Каким состоянием? Когда мы исполнены вот этих всех страстей, когда нас нельзя тронуть ни с какой буквально стороны! Нам же нельзя попробовать задеть моё тщеславие, моё самолюбие, мою гордыню! Что будет? Мы же это знаем же! Что нас буквально не тронь! Ни с какой стороны! Вот где корень и источник всех наших бед! Ибо основной закон бытия, если хотите, основной закон Дух творит себе формы! Каков внутри меня Дух, таковы будут и формы! таковы будет! Спасибо!